Так, давайте начинать. Время вижу, оно заканчивается уже потихоньку. Кто меня не знает, меня зовут Дмитрий Донецкий. Давайте, кстати, выйду вперед. Я являюсь аналитиком и управляющим компанией Solid Broker. Сегодня я выступаю не просто потому, что мы являемся партнерами Smart Lab, но есть за что, скажу так, я стою на этой сцене. Моя тема называется «Как плыть быстрее рынка, несмотря на встречный ветер?». Общая концепция у меня – это яхты. Сегодня я вам буду рассказывать про яхты. Итак, мои итоги, моя основная стратегия – это дивидендная рантье, она так и называется. Дивидендная рантье показала за прошлый год 85% чистой доходности. Что я называю чистой доходностью? Это доходность за вычетом всех комиссий брокерских. То есть у нас есть две комиссии, одна за управление, одна за успех. Еще есть комиссии третьих лиц, соответственно, это уже с учетом всей этой истории. Но это до НДФЛа. Подчеркиваю, это до НДФЛа. Рынок вырос на 54,3%. Вы мне скажете, Дмитрий, ты, конечно, молодец, но не надо путать бычий рынок собственной гениальностью. Все заработали в прошлом году. Вот такой комментарий я слышу постоянно и у себя на YouTube, на канале Solid Broker, в средней аналитике. И в Telegram мне это пишут, и здесь мне подходит, тоже это задают. Я говорю, хорошо, допустим, все заработали в прошлом году, рынок давал это, согласен. Ну а что по итогам, допустим, этого года? Вот сложно назвать текущий рынок бычим прям. Это скорее просто боковой рынок, такой широкий, боковик достаточно. Есть много событий, которые происходят разные. Но все равно, я делал презентацию 18 июня, поэтому данные по 17 число здесь. По 17 число моя доходность плюс 19,3. Это с учетом того, что в первом квартале мы снимали комиссию, соответственно. Там даже заметно это по графику. Красная – это моя стратегия. Значит, голубая линия – это рынок плюс 5,1%. У меня, скажу так, по сути, как я веду YouTube, у меня, по сути, реалити-шоу, где я показываю свою доходность каждый выпуск. Покажи стейтмент – вот. И вы это видите в реальном режиме. Если у меня стратегия проседает, а она сейчас, допустим, немножко откатилась от максимумов, вы это видите в реальном режиме, по сути. Значит, еще вопрос, да? Бычий рынок и так далее. Окей, я измеряю такой показатель, называется альфа. Я его по-своему считаю, это просто разница между доходностью моей стратегии и, соответственно, индексом московской биржи. Я стал управляющим 1 февраля 2022 года. Можно сказать, опять с низкой базы начал. Но, тем не менее, 24 февраля я встречал уже в статусе управляющего. Было непросто. Мама не успела сказать. Но, как бы, заметьте, то, что, в принципе, ни разу стратегия ниже нуля не уходила относительно индекса. То есть, все время, с момента старта, она хорошо перформит. И каждый, по сути, месяц, да, есть периоды, где я войду вместе с рынком, но, по сути, каждый месяц и на коррекции, и на росте рынка стратегия потихонечку все больше и больше отрывается от индекса. На 17 июня она показала почти плюс 40%, это альфа, так называемая, отрыв, повторюсь, это отрыв моей стратегии от индекса московской биржи. Как я вижу инвестиции? Я вот, бывает, часто выступаю, в Петербург тоже приезжаю, и вот за время выступлений створялась такая концепция, что, по сути, вот для меня инвестиции, управление, это вот, по сути, значит, яхты, которые движутся в море, либо в реке, я не знаю. Почему они движутся? Ну, потому что есть попутный ветер, да, есть течение, допустим. Вот что такое, значит, в данном случае попутный ветер и течение? Это, допустим, снижение ключевой ставки, это, значит, там, рост ВВП, скажем так, и так далее. То есть это какие-то общие рыночные факторы, там, не знаю, гравитация ставок, допустим, значит, ну, какие-то такие, прям общие, это вот ветер, который поднимает, по сути, все лодки, да, вот он заставляет все яхты плыть, все, но некоторые плывут быстрее, а некоторые, допустим, когда ветер меняется, они либо, может быть, стоят на месте, либо, значит, потихонечку, но плывут, и такие тоже есть. Моя задача как управляющего выбирать те яхты, в данном примере у нас здесь флагманская яхта под названием «Белуга», значит, которая, собственно говоря, в прошлом году и позволила мне во многом, вот эти четыре компании, которые здесь изображены, это «Белуга», «Сбербанк», «Х5» и «Саргутнефтегаз», это те компании, которые позволили как бы обогнать рынок. Моя задача как управляющего – находить такие компании. которые плывут быстрее рынка и делают на них акценты. Сейчас расскажу, значит, детали, какие у меня есть. Вот, кстати, картинка, тут Московская биржа хвасталась то, что они, им дизайнеры подготовили, значит, от искусственного интеллекта картинки. Я тоже делал с искусственным интеллектом и всю презентацию сделал сам за два часа. Значит, все так, да. Значит, тоже вопрос может у вас возникнуть. А что, если начинается шторм на рынке? Ну, шторм. Это еще не цунами. Мы про цунами поговорим, хотя изображено цунами, скорее так. Что, в моем понимании, здесь шторм? Метафорически. Это ситуация, когда ухудшается вот этот ветер самый, да? То есть он становится непопутным уже. Это, допустим, рост налогов, который был у нас в этом году, в следующем точнее начнется. Это всякие факторы в виде риторики ЦБ по поводу роста ключевой ставки. Это санкции на Московскую биржу. Это все вот как бы некий шторм на самом деле. Для многих участников рынка это шторм. И что теперь? Вот, допустим, это топ моего портфеля на текущий день. То есть есть такие компании, которые, несмотря на встречный ветер, да, они могут даже откатываться, нужно понимать. То есть не всегда можно плыть идеально ровно, особенно в шторм. Иногда нужно галсом идти, как бы. Иногда нужно переждать где-то, зайти в бухту, немножко посидеть, потом опять выйти. И так это работает. Здесь там вдалеке, я вижу, Газпром. Его, по идее, можно было под водой как-то заснять, наверное. Вот, но как бы я оставил, потому что я его покупал, кстати. У меня была конкретная инвестиционная идея под Газпром. Я покупал публично, опять-таки, все есть, все зафиксировано в сделке. Значит, покупал в конце апреля, вот, под определенную инвестиционную идею, про которую сейчас буду вам рассказывать. Но продал. Продал, как вышел отчет 2 мая. Значит, какой принцип отбора яхт у меня? Давайте так. У нас тут, мы же все миллиардеры здесь, да, поэтому отбираем яхты. Значит, рассказываю, как это делать. Мой главный принцип, в принципе, из названия, это понятно, стратегия. Стратегия дивидендной рантье. Значит, высокая, форвардная дивидендная доходность. Это основной принцип стратегии. То есть, я ищу такие компании. Так как я являюсь и аналитиком, и управляющим, мне это легче делать гораздо. То есть, я анализирую компании и понимаю, если где-то я вижу какой-то дивиденд выше среднерыночного. Ну, то есть, допустим, где-то возникает дивиденд через год с доходностью к текущей цене 20%, допустим. А среднерыночная дивидендная доходность, допустим, 11-12%. Естественно, эта бумага попадает на радары, но не сразу. Есть еще некоторые критерии, которые должны быть соблюдены, чтобы она попала ко мне в портфель. Какие-то критерии. Допустим, наличие недооценки по DCF модели, по DDM модели, по мультипликаторам. Тут как вы умеете считать, так и считаете, соответственно. Умеете строить DCF модель, считайте по DCF. Умеете там DDM строить, DDM. Только мультипликаторы знаете и дивидендоходность. Ну, пожалуйста, можно так считать. Значит, другие моменты какие? Среднесрочные драйверы какие-то в приоритете должны быть у вас. Какая-то, допустим, отчетность на горизонте. Приоритет будет в эту компанию, в эту яхту. Допустим, начинается рост на продукцию, вы это видите. Как бы некий поинт за то, чтобы эта компания, на нее была большая локация, и чтобы она попала к вам в портфель. Какие-то корпоративные события. Вот я сейчас модерировал на прошлой сессии X5. У них четко корпоративные события там. То есть компания делает реструктуризацию, и затем, соответственно, возможно, будет делать в некой форме обратный выкуп акции, но там специфическая история, скажем так, сразу так, звуточку поставлю. И, да, вот еще один момент, отсутствие критических рисков. Значит, что это такое? Ну, есть компании на российском рынке, которые, скажем так, мягко говоря, не нацелены на миноритарного акционера. Я думаю, вы знаете эти компании. Есть другие компании, где менеджмент себя, скажем так, странно ведет. Вот, не буду тоже называть. Как говорил, значит, один известный иноагент, шулерами не играю. Вот я этот принцип себе взял. Шулерами не играю. Поэтому таких компаний, даже если там есть потенциал какой-то, я ее не добавляю. Вот, то есть, да, я просто сижу, наблюдаю, и все. Значит, и еще подчеркнуть здесь момент, да, высокая форвардная дивдоходность. В чем здесь смысл еще? Вот, допустим, вот та же X5, там же нет сейчас дивидендов. Типа, а что она там у тебя делает? А они будут, это будущие дивиденды, и будущая форвардная дивдоходность, и начало выплат дивидендов. Это некий драйвер для рынка. Это то, что будет, как раз таки, за счет чего будет переоценка в том числе. Так, дальше. Дальше, следующий вопрос, да, это уже больше по управлению. А, значит, а как ты распределяешь капитал на яхты? То есть, в какую яхту вложить, там, не знаю, 20% капитала, а в какую 1% капитала? Я вот тоже долго думал, вот скажу, эта идея мне пришла, в принципе, вот, как бы, я ее так исполнял сам по себе, но именно формализовал я ее совсем недавно. То, что, значит, это, по сути, формула. Потенциальная доходность умножена на уверенность в позиции. Потенциальная доходность, допустим, у вас акция, вы рассчитали потенциал по ней, допустим, 30%. Уверенность в ней ваша, ну, допустим, там, 100 или 80%. Ну, то есть, там, у вас скорректированная, скажем так, потенциальная доходность, там, 24%, допустим. И есть у вас другая какая-то история, допустим, там, плюс 50 или, там, не знаю, плюс 100. Но уверенность в том, что это исполнится, у вас, там, процентов 10. И, соответственно, вы одно на другое перемножаете, 2%, и у вас возникает некая, как бы, скорректированная потенциальная доходность. Вот я отбираю те бумаги, да, где у меня есть уверенность. Эта вот уверенность, это сложно сказать на самом деле, потому что это только опыт, по большому счету. Это опыт, какая-то насмотренность, какие-то, знаете, как, вот, опять-таки, позиционирование компании. Это очень такая вот, как бы, многогранная история на самом деле. И у каждого инвестора она своя, скорее всего, у каждого управляющего она своя. У нас даже такое бывает, что вот одна и та же аналитика выпускается, но инвесторы по-разному вкладывают в компании, по-разному управляющие распределяют капитал, потому что у каждого управляющего своя уверенность в этой компании. У кого-то она ближе, допустим, я часто общаюсь с X5 тоже, да, со Звербанком, с Белугой и так далее. У меня уверенность в таких компаниях гораздо больше, вот, потому что есть, как бы, даже прямое общение, там, с ER-службой и так далее. Вот, здесь, вот, как бы, как совет, да, какой даю, чем глубже вы знаете компанию, вот, чем глубже вы в нее вникаете, разбираетесь с ней, тем лучше. То есть, тем больше у вас будет уверенности. Либо, наоборот, вы будете понимать то, что уверенность у вас 100%, но потенциал там, типа, плюс 5, поэтому я ее точно не возьму, типа, и так далее, и так далее. Значит, всего в портфеле у меня 10-15 эмитентов. Вот, ну, такая базовая история совершенно. Значит, ядро портфеля – это топ-5, примерно 50-70%. То есть, портфель, грубо говоря, он не совсем диверсифицирован. Да, он диверсифицирован, но не сильно. Это принцип, я вот не знаю, 10 людей здесь в зале, не вижу, а моего начальника – дарительное управление. Вот я у него это взял, фишку. То есть, у вас должна быть некая, как бы, как некий молот, да, то есть, какое-то вот ядро, да, получается, оно тащит, по сути, весь портфель. Оно дает вам расти быстрее рынка и так далее. Значит, ну, еще технические моменты. Это такая история, значит, чисто по дарительному управлению. Я не могу некоторые бумаги просто покупать на больше, чем размер прописанной в паспорте стратегии. Ну, у меня, допустим, это на первый эшелон не более 25% могу использовать одну акцию. То есть, двербанк я могу взять максимум на 25%. Значит, второй эшелон на 12%, да, третий эшелон на 6% и так далее. И там вообще есть ограничения там по группе активов и так далее. Поэтому там эта история есть. Значит, еще момент, да, а когда спрыгивать с яхты? Вот с нами, вот идет, значит, когда делать? Ну, во-первых, когда я закрываю позицию, да, грубо говоря, когда исчерпан потенциал уже. Ну, то есть, сургутнефтегаз, допустим, я купил по 36 рублей с топ-заявкой на открытие, помню, это было год назад. Когда был гэп, да, там, значит, из-за отчетности. Вот, и я его почти полностью продал по 69-68 рублей, соответственно. Ну, потенциал, ну, исчерпан, по сути, ну, чего его держать, да, он не будет дальше тебе тащить портфель. Нужно спрыгивать с яхты в таком случае, правильно? Значит, когда вышла уверенность? Тут, как бы, если вы новичок, у вас может уверенность быть сегодня одна, завтра другая. У профессионала немножко по-другому это работает. То есть, у вас есть определенная уверенность, да, допустим, да, какая-то наработанная. А потом увидите то, что компания, допустим, ну, потихонечку, допустим, скрывает отчетность, не публикует все данные. Или, значит, в СМИ какие-то там непонятные истории с ней происходят, а она молчит, допустим. И вроде как потенциал-то и есть, вы считаете, по модели есть потенциал, но уверенность уже не та. Уверенность уже не та. Поэтому в таком случае лучше закрывать эту позицию. Закрывать эту позицию. Когда закончилась идея? Вот пример с «Газпромом». Покупаю я «Газпром», 20 числа апреля. Идея в чем? То, что высокий форумный дивиденд. То есть, я ждал отчетности и, соответственно, исходя из нее, понимание, какой будет дивиденд. И дальше по ней, скорее всего, могла быть переоценка вверх. Но выходит отчетность 2 мая по «Газпрому». У меня все на глазах это происходит, сразу скажу. Прямо я на диске сидел как раз. Мне заняло минут 30, чтобы поанализировать отчетность, посчитать, там не так просто, посчитать расчетный дивиденд, который может быть в принципе по «Газпрому». Он выходил 15 рублей, запятая 30 копеек, соответственно. Но «Газпром» превысил ковенанты по долгу. И вероятность того, что как раз таки, вот у вас потенциал, да, 15 рублей дивиденда. Но, а какая вероятность этого дивиденда? Я ее оценил, что она меньше 30% условно для меня. При цене акции в 155, в 158 даже была цена еще тогда, я принимаю решение полностью закрывать позицию. Эвакуироваться, как говорит Константин Савельевич Сарихин, эвакуация крупного капитала. Вот она и произошла в тот день. Значит, вот так я и сделал. Значит, все, идея закончилась, нет идей, нет смысла сидеть дальше. Что делать с позицией? Резать ее, резать. Да? Неясно, закрывайтесь. Валерий Гаевский так говорил. Вот, закончилась идея, закрываете ее. Тем более, вы тем самым, даже если это убыточная позиция, у меня был убыток, там, 3,5% примерно. Вы тем самым занижаете налоговую базу себе. Это же классно. Хотите платить меньше налогов? Режьте убыточные позиции. Прибыльным давайте течь. Сколько сто раз проговаривали на всех конференциях эту историю. Дальше. И когда впереди цунами? Это самое сложное для меня. Потому что цунами было 24 февраля 2022 года. Меня, по сути, накрыло. Следующий цунами, не знаю, когда будет. Здесь сложно, здесь сложно, скажу. Тут разные есть мнения. Мы там с коллегами думаем, может быть, с сентября. Может быть, нам уже и не нужен фондовый рынок, будет через год. Сложно пока сказать. Но как фактор я его запихнул сюда. Значит, у меня все. Это ссылка на дарительное управление. Если будут вопросы, у меня есть еще время. Я вижу 12 минут. Готов ответить. Ну что ж, действительно, самое время задать вопросы. Если у кого-то есть, поднимайте руки. К вам подойдут люди с микрофоном. Волонтеры, подойдите, пожалуйста, ко мне. Давайте микрофон. Добрый день. Спасибо за возможность задать вопрос. Здесь в основном идет речь о заработке на росте цены акций, а дивиденды рассматриваются как драйвер этого роста. Да, все правильно. А какие особенности формирования портфеля в том случае, если он ориентирован на дивиденды, как на регулярный пассивный доход? Здесь это другая картина совершенно. Здесь у вас как дивиденды, в таком случае, как купоны в облигациях имеется в виду. Такая история. Здесь мне сложно сказать, потому что такой портфель я не делаю. Поэтому у вас просто может быть такая ситуация, как, допустим, раньше было в Юнипро. То есть у вас бумага торгуется по 3 рубля. Вроде дивидендоходность у нее хорошая, 11% текущая. Но она выплачивает почти всю чистую прибыль. Или как МТС, допустим, выплачивает. Мне кажется, это довольно рисковая история все-таки. Я бы предпочитал, наверное, если вот такой портфель делать, допустим, то как раз-таки покупать бумаги, где дивиденд хотя бы растущий. У нас, конечно, сейчас очень мало дивидендных аристократов. Даже уже было на Ватек, но уже все, по сути. Есть еще Интерао, которая, в принципе, выплачивает. И каждый год, скорее всего, будет увеличивать дивиденды. То есть вот к таким компаниям скорее, где дивиденд растущий все-таки. Пускай, значит, это не будет прям основным критерием, наверное, но высокий дивиденд в смысле. Но чтобы он был растущим. Вот я бы так подбирал и эту часть портфеля, скорее всего. Еще вопросы? Я вообще первый спикер с вопросами, да? Сегодня. Да, сезон открыт. Вы хотели... Подойдите, пожалуйста, с микрофоном. Вот в пятом ряду мужчина руку тянет. Добрый день. Спасибо. Вопрос такой. Какие у вас есть ожидания от того, что процентные ставки будут длительное время сохраняться? И после того, как они будут снижаться, освободившаяся ликвидность хлынет на недвижимость или фондовый рынок? Это будет год, это будет несколько месяцев. Какое у вас видение? Я просто хотел узнать. Спасибо. Ну, скажите, в начале года... Спасибо за вопрос. В начале года я на выступлениях с них рассказывал, что жду снижения ставки во втором полугодии 2004 года. Называл даже 26 апреля, июль, как видите, оказался неправ. И Центральный банк, и все другие аналитики в том числе тоже оказались неправы по большому счету. Поэтому сейчас, исходя из текущих реалий, что вижу я? Наверное, сейчас ключевой момент, на мой взгляд, это отмена как раз-таки льготной ипотеки, где госпрограмма 2020. Возможно, она отразится посильнее, как бы на инфляцию охладит немножко историю. Мне кажется, все-таки, наверное, ориентироваться стоит на весну уже 2025 года, что ставка будет снижаться. Но здесь вот хочу обратить внимание, что такое снижение ставки в моей стратегии? Это ветер, который будет дуть в эти паруса. И тем самым стратегия, по идее, должна даже ускоряться в такие периоды. Ориентир даю, скорее, весна пока что. Но я ошибался. Так, ну и, наверное, последний вопрос. Давайте, пожалуйста. Да, Дмитрий, следим за вами, за вашими яхтами в эфире. И хотел бы спросить, вот не в общем, а в частном. Вот, например, там X5, да? Это ключевая идея, одна из ключевых позиций. А как вы действуете конкретно технически? Вот приходит осень, сентябрь, начинает акция торговаться. Вот вы что будете делать, там, вот вы про принципы говорили, как там набирать лесенкой? Ну, на примере, например, этой акции, как вы поступаете? Смотрите, было выступление X5 в зале Выборг, по-моему, 12.15 сегодня. Они там сказали, да, Полина Угрюмова сказала, что они пока что, исходя из текущих заявок, которые им подали инвесторы, не ожидают сильного навеса. Вот. Вот, если, скажем так, здесь нужно сценарий рассматривать, да, по действию, нужно по ситуации действовать. Если, допустим, мы предполагаем уже в конце, перед запуском торгов X5 в сентябре, что, значит, будет навес, мы к нему готовимся, оставим тазики, да, заранее. То есть нужно кэш высвободить под эту историю, чтобы докупить ее. Как ее покупать? Нужно смотреть в моменте. Возможно, другая ситуация по X5 будет. Чего, кстати, Дмитрий Черемович, он тоже этого боится, кстати. То, что откроется вообще сверху. То есть с гэпом аж вверх. Тогда мы просто не успеем добраться. Вот. А очень хочется. Значит. То есть если, словно говоря, происходит гэп, ну, как бы открывается, идет вниз, то в течение, наверное, недели, возможно, да, я думаю, большинство участников, кто там спекулятивно брал в EuroClear, наверное, выйдут, да, и тогда можно будет у них по хорошим ценам это брать. Возможно разбить позицию, кстати, да, то есть на несколько этапов и так далее. У меня же уже она сформирована, просто я хочу увеличить ее, да, и так далее. Я уже покупал там примерно по 1500 средняя цена у меня по X5. Вот. Но как бы по ситуации. Если откроется с гэпом вверх, может быть, я ее даже и не буду покупать уже. То есть буду ждать коррекции, отката там и так далее, и смотреть. Потому что у меня уже хорошая позиция набрана, в принципе. По ситуации. Вот как говорит Максим Орловский. По ситуации. Спасибо большое, Дмитрий, за самую освежающую презентацию сегодняшнего дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok